Сегодня я расскажу о том, почему лучше заплатить финансовому советнику. Всем добрый день, дорогие друзья, меня зовут Кумар Мухаммедзианов. Да, я являюсь независимым финансовым советником и на своем канале, помогая людям добиваться финансовой независимости, инвестируя в цианной бумаги. Это очень щепетильный на территории Российской Федерации и на территории СНГ вопрос, платить ли финансовому советнику, платить ли тренеру, платить ли коучу, как говорят сегодня, в современном языке. Это вопрос очень индивидуальный. Давайте начнем с того, кто же такой финансовый советник. Финансовый советник, друзья, простыми словами, простым языком, это тот, который поможет вам разобраться в ваших личных финансах. В мире очень много финансовых советников, так же, как и очень много специалистов, которые помогают вам в той или иной области жизни. Давайте для примера приведем, например, автомастерскую. Если у вас какая-то проблема с машиной, вы, скорее всего, едете в автомастерскую. Раньше, понятно, что мы очень страдали от этого, когда не было мастерских. Я помню, когда я был маленьким, мой отец сам монтировал колесо, ломал себе, вернее, резал себе пальцы, повреждал камеру, ругался, психовал, нервничал, но вынужден был это делать самостоятельно. Теперь, в эпоху предложения, огромного предложения, на каждом шагу практически есть шиномонтажи, и мы заезжаем спокойненько, с удовольствием платим 100, 200, 300 рублей, для того, чтобы нам поменяли или отремонтировали резину. В нашей жизни очень много врачей, и мы, когда у нас болит, например, зуб, идем к врачу. Не пытаемся самостоятельно его выдергивать, хотя раньше, я помню, сам, был маленький, привязывал зуб к двери, и говорил, заходи. И, значит, там или старшие кто-то, или родители заходили, и таким образом зуб у меня прощался с моим телом. На каждом шагу у нас есть специалисты. Фитнес-тренеры, диетологи, психологи и так далее. Вот, друзья, финансовый советник, это специалист, который разбирается в законах денег. Он знает, как они двигаются, как должны двигаться в вашем именно кармане, в вашем именно бюджете, в ваших финансовых инструментах. Но, какая проблема сегодня у нас в российских в основном головах? То, что мы говорим про остальных специалистов, это нормально. Автомеханики, фитнес-тренеры, психологи, врачи. Но, когда дело касается денег, то здесь я сам как-нибудь справлюсь. Это же мои деньги. Я их заработал, соответственно, сумею как-нибудь их сохранить и приумножить. И здесь таится ошибка. Здесь таится проблема. Мы не можем уметь все делать самостоятельно. Я лично сам даже кран не меняю. Там, кран-буксы, что ли, он называется. Когда начинает капать у меня из крана вода, я звоню моему знакомому специалисту, которому я доверяю, который уже несколько лет чинит все, что касается у меня водопровода, канализации, отопления. Я звоню Ильхаму и говорю, Ильхам, салам алейкум, у меня проблема. И он приезжает и все делает. Я ему с удовольствием плачу. А когда дело касается денег, друзья, почему-то мы считаем, что мы это умеем. Движение денег, сбережение, инвестиции, финансы это такая же наука, друзья, как и любая другая. Поэтому здесь остается только два выхода у вас. Либо вы этому учитесь и посвящаете какое-то время, инвестируете время и деньги в образование и в конце концов начинаете разбираться и самостоятельно управлять своими деньгами. Либо, если это вам не интересно, если вы заняты другими делами, то нанимаете специалиста. Вроде разобрались, кто такой специалист и разница мышления у нас и за рубежом. Но про нас я сказал, а за рубежом большинство семей пользуются финансовыми консультантами. Потому что они понимают, что дешевле, что мы сейчас как раз и разберем, дешевле заплатить финансовому советнику, нежели потом потерять гораздо больше, кратно больше денег. Когда же нужен финансовый советник? Вот мы живем-живем, работаем, вроде зарабатываем. И тут кто-то говорит, что есть финансовый советник и он тебе нужен. С чего бы это, да? Так когда нужен финансовый советник? Я считаю, что есть две категории проблем, когда нужно подумать о том, нужен ли вам финансовый советник. Во-первых, если у вас все плохо и у вас бардак в финансах и, например, долги, кредиты, займы и так далее. Я как-то читал, когда начинал читать, изучать эту тему, наткнулся на книгу Бода Шефера, когда он рассказывал, что он был в проблемах, он был банкротом. И первое, что ему посоветовали в этом случае, сказали Бода, найди себе финансового советника. Найди себе тренера. Даже если ты в долгах, заплатил ему денег. Но каждый совет, каждое предложение, которое вырвется из его уст, будет стоить для тебя впоследствии миллионы. Так и оказалось, друзья. Он через несколько лет стал миллионом, миллионером, евровым, долларовым. Он жил тогда в Германии. И он говорит, друзья, не придумывайте велосипед. Найдите себе тренера. Ведь есть такая пословица, да, везде, где есть успех, есть тренер. Вторая категория проблем. Когда все хорошо и когда много денег. Вот ко мне приезжают люди и говорят, Кумар, я продал квартиру, я продал бизнес. У меня накопилась такая-то сумма с одной стороны. И говорят там, вот говорят про дефолт, про динаминацию, про крах рубля, про крах доллара, про нефть по 150 или про нефть по 20 долларов. Что делать, Кумар? Как сберечь деньги? Даже многие не думают о том, как заработать, как сохранить покупательную способность денег. Потому что наша история говорит о том, что у нас постоянно с какой-то определенной периодичностью неизвестной происходят какие-то катаклизмы. Мне было 5 лет, друзья, я люблю повторять эту фразу, доллар стоил 75 копеек. Мне сейчас 45, доллар стоит 75 рублей уже, не копеек. Так вот, с одной стороны, мы видим закономерность происходящих событий негативно в стране. С другой стороны, люди ничего не меняют в своей жизни. Каждый раз наступают на одни и те же грабли и каждый раз получают шишки и убытки. Так вот, вторая категория проблем, наверное, даже сложнее и важнее для человека, нежели категория первая, когда нет денег. Говорят же иногда, нет денег, нет проблем, главное, чтобы долгов не было. Так вот, я столкнулся с одной ситуацией. Мне пишет человек и говорит, Кумар, помогите вытащить деньги у брокера. Я говорю, а в чем проблема? Брокеры обычно исполняют заявки на один-два дня. Он говорит, по-моему, я столкнулся с мошенниками. Я говорю, пришлите, пожалуйста, ссылку. Он присылает ссылку и я понимаю, открыв ссылку, мне нужно буквально 20 секунд, чтобы я понял, стоит с ними связаться или нет, мошенники или нет, мутная схема или не мутная. Я говорю, да, похоже, это так, похоже, вы уже никогда не сможете вернуть ваши деньги. Ну, я спросил, много что ли вложили? Я думал, ну, я не знаю, долларов 200-300 для начала, обычно же так, 500 тысяч максимум вкладывают люди для того, чтобы проверить. Он говорит, Кумар, я вложил 42 с половиной тысячи евро. Это печально, друзья. Это очень печально. Вот здесь ответ на вопрос, почему лучше заплатить финансовому советнику? Хотя многие услуги, например, у меня лично, а как раз услуга выявления мошенников абсолютно бесплатная, стоит просто написать, а в благодарность потом заказать портфель у нормального брокера. 42 с половиной тысячи евро, друзья, это, наверное, в каком-то городе, в любом среднем городе Российской Федерации это, как минимум, одна комната квартира, неплохая. Так вот, одним махом, одним неправильным движением человек теряет то, к чему стремятся некоторые всю жизнь. У некоторых это мечта купить свое жилье и жить, быть независимыми. Поэтому, друзья, услуги финансовых советников, даже дорогих, не стоят 42 с половиной тысячи евро. Это может стоить десятки и даже сотни тысяч рублей, но не миллионы, друзья. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны в этом отношении и не заплатив финансовому советнику, вы можете заплатить мошенникам гораздо больше. Так, третий момент. Кому не нужен финансовый советник? Ведь такая категория определенная есть, я знаю точно. И если вы еще не созрели, если вы еще находитесь на том уровне, что вы говорите хорошо, я умею все сам, я могу сам распоряжаться своими деньгами, я не хочу платить непонятно кому, непонятно за что, то лучше не платить. Если вы не осознали необходимость и пользу финансового советника, то лучше не платить, чтобы потом не жалеть. Лучше вы сделаете свои ошибки, набейте себе шишки, а потом в итоге в конце концов придете к финансовому советнику. Еще кому не нужен финансовый советник? Наверное, финансовый советник не нужен, если у вас соответствующее образование и вы понимаете законы денег. Возможно, вы не являетесь финансовым советником, но вы прекрасно понимаете и интуитивно осознаете, что нужно делать с вашими деньгами. В этом случае тоже возможны ошибки, но они будут не столь фатальны. Я знаю очень много людей, экономистов, дружу с ними на фейсбуке, например, которые не пользуются финансовым советником и успешно инвестируют. Но надо иметь для этого знания. Ну что, друзья, будем подходить к итогу. В итоге, что я могу сказать? Нужен вам или не нужен консультант, финансовый советник? Платить ему или нет? Решайте, конечно, только вы. Самое главное, что я хотел сказать в этом видео, цените свое время. Занимайтесь тем, что вы любите и что приносит вам и удовольствие, и доход. Вместо того, чтобы заниматься изучением новых областей в жизни. Мы все не сможем закрыть, друзья. Наш мозг устроен так, что работает малоэффективно на самом деле. Процент на 10 максимум же, говорят, самые умные люди, мозг самых умных людей наработает процент на 10 максимум. Поэтому сконцентрируйтесь на том, чем вы занимаетесь, что вы любите и что приносит вам доход. А эту деятельность отдайте специалисту. На самом деле, хорошего специалиста найти можно. И в этом отношении сейчас законы Российской Федерации идут, конечно, вперед. Они начинают составлять реестр, хотя пока там все очень неэффективно, даже я пока не стремлюсь в этот реестр, пока наблюдаю. О том, как определить финансового советника, наверное, нужно будет записать отдельное видео. Если вам это интересно, пожалуйста, напишите в комментариях, нужно ли такое видео. Если наберется хотя бы лайков 200-300, я запишу это видео. Ну что, друзья, всем хорошего, всем вам желаю найти хорошего, полезного финансового советника, помощника, тренера, который будет действительно полезен и вы будете довольны и довольны за каждый рубль, который вы ему заплатите или за каждый доллар. Кстати, зарубежные финансового советника тоже доступны. Ищите в интернете. Если нужно, я вам подскажу. Если у вас огромный капитал и вы не доверяете местным, например, советникам, то я могу вас связать с зарубежными, с европейскими, с американскими советниками. Знакомые тоже есть, очень ответственные ребята. Изучайте, в любом случае, изучайте эту тему, она очень интересная. изучайте для того, чтобы и передать еще дальше свои знания и капиталы со своими знаниями своим детям, внукам. Друзья, если понравилось, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Всем всего хорошего, успехов в инвестировании. Субтитры сделал DimaTorzok